Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Покашеварима, это воскресное обзорище, а где Виталька блин? А Виталька спрятался за посылкой от Cheesecake.ru И я в шоке ребята, сегодня запасайтесь чайком, несколько чашек, 10 чашек чая себе наливайте Выделяете кучу времени и мы сегодня пробуем новинки от Cheesecake.ru Обожаю! Зоны от Виталии расскажут чу-какие, кастись и копейки Идет ругаться и кидать доставки, ждем только хорошие доставки Если вы думаете, что праздник к нам приходит, праздник к нам приходит только когда под Новый год Кока-Кола рекламу выпускает со своими грузовичками, то это неправда Праздник к нам приходит, когда Cheesecake.ru пишет моему менеджеру и говорит, давнейка мы что-то обзор не снимали Да, мы давнейка не снимали обзор, уже года полтора назад был последний И вот оно что, ребята, нет, это не замороженные мидии, это круассаны, которые надо выпекать, замороженные круассаны Про них много людей, кстати, мне писал Мне вообще про Cheesecake.ru пишут очень много людей, реально Вот когда объявляется акция, мы сколько, уже полгода, наверное, каждый месяц какая-то акция у Cheesecake.ru идет Под конец месяца мне начинают куча сообщений в директ, в инстаграм, вконтакте писать Типа, чувак, что там на следующий месяц, какие там промо-кодик, какой будет на следующий месяц, понимаешь? Ну, то есть люди любят сладкое, вот Особенно почему-то мои зрители, то есть в этом какая-то магия Хотя в этом магии никакой нет, потому что действительно десерты вкусные Не все я люблю десерты от Cheesecake.ru Ну, честно признаюсь, и наверняка не все мне понравятся десерты, которые они прислали сегодня на обзор Будут какие-то не по вкусу мне, какие-то может быть что-то не так Но при любых раскладах, каждый для себя у них на сайте может выбрать то, что хочет Ссылка на сайт Cheesecake.ru при любых раскладах в описании И спросите меня, какой промо-код на этот месяц Ребята, это ноябрь, это месяц безумных скидок везде Начиная от IT всяких магазинов, заканчивая в том числе и Cheesecake.ru Поэтому промо-код Friday дарит вам, или Friday, как правильно сказать, короче Пятница на английском дарит вам 55% скидку Это общий промо-код, моего личного промо-кода нет и не нужно Вся инфа в описании, ребята, пользуйтесь Ну, а мы начинаем этот мега-крутой, мега-сладкий обзор С чего бы начать? Реально не все влезло даже на стол, друзья мои Это вот действительно, и я смотрю, я не пробовал ни один из продуктов, которые мне сейчас привезли Cheesecake.ru То есть сейчас реально будет обзор только на новинки, по крайней мере для меня Вот И начну я, я уже, честно говоря, у меня тут пузо замерзло Держать вот эту упаковку Начнем мы именно с круассаном С круассанов, это 3 килограмма, если я не ошибаюсь 3 килограмма круассанов Которые надо выпекать в духовке где-то 25-30 минут Мы сейчас их закинем, и пока будем делать обзоры на все остальное Приготовятся круассанчики Вот И они должны быть вкусные, потому что, ну, про круассаны мне писали много людей Что, типа, круассаны у них вообще топовые Это просто круассаны без начинки Хотя на сайте есть и с начинками Ну, реально, самые классные круассаны, которые я в своей жизни ел Это когда-то были обычные сливочные круассаны В Египте Свеженькие И примерно вот похожие, вот даже по размеру, ну, такие То есть им, наверное, тоже привозят замороженные И они вот это все выпекают Это было феноменально Если тут вкусное сливочное масло Это будет вкусно Давай делать Прямо вот так вот в замороженном виде Выкладываем Все И отправляем в духовку Двадцать где-то две минуты И круассанчики А вот они Изумительно выглядящие круассаны Хрустященькие Внутри явно мягенькие Все как надо Посмотрите Действительно чудо, да? Из таких маленьких заготовочек Такие пышные, классные Круассаны вышли Давайте сейчас попробуем Легкая воздушная выпечка Круассаны это вещь О, дымок Блин, горячо Ха-ха-ха Черт, ну давай подождем Давай минутку подождем Сейчас подостыну Потому что невозможно в руки даже взять Невозможно ждать То, что запах свежей выпечки Вот этот вот сливочный такой Ну, представляете, да? По всей кухне просто Не зря мне люди писали Не зря Великолепные круассаны Если честно Я бы не стал брать Круассаны с начинкой Даже у них есть там С шоколадом Что-то с орехами Я бы не стал Вот они сами по себе Офигенные То есть просто с чайком покушать А хочешь Разрезал немножечко Туда хоть какой-нибудь там Альметы добавил Я не знаю С укропчиком Хочешь туда Нутеллы намазал То есть все, что хочешь Но я бы ел просто Вот так вот Вот так вот Мягкие Хрустящие Идеально Очень вкусное Сливочное масло внутри Очень здорово Пять с плюсом Круассаном Просто пять с плюсом Давайте начнем С мороженого Мне привезли два вида Смотрите Это дыня С мороженым А это что? Это вообще непонятно что Сейчас Какао Сливочное Шоколадное мороженое В натуральной оболочке Настоящего Какао ореха Твою мать Вы видели когда-нибудь Какао орех в своей жизни? Вот кроме Несквика Наверное Не видели Какао ни в каком виде А я теперь видел Какао орех И посмотри Тут Ну действительно Какао мороженое Видно Да Оно коричневого цвета Сверху Шоколадная крошка Вот эта кондитерская Вау И там Ну довольно много Кстати Слушай Какао орех Оказывается Довольно полый То есть он более полый Чем даже Кокос Давай попробуем Сто лет уже мороженого Не ел кстати Я небольшой любитель шоколада Напоминаю вам Изумительным Вкусное Какаошно Шоколадное мороженое Очень вкусно Вот эти вот Сверху крошка Она Ну помимо Шоколадного вкуса Она дает еще Приятную Консистенцию Когда ты жуешь Очень вкусно Я не любитель шоколада Мне вкусно Дыня Дыневое Видимо мороженое В дыневой же Упаковке Вау Смотри как оно Еще Разделено Вот такими Вот Пергам Запах Дыни Пошел мне На кухню Ребята Вот это клево Вот это логистика Я считаю Вот это здорово Сделано Так У меня дочка Очень любит мороженое Она сегодня Кайфанет О Смотри Офигенно И мороженое С кусочками Дыни Видите Внутри мороженого Прям кусочки Дыни Давай попробуем У меня Ложка тянется Еще есть Но надо себя сдерживать Потому что Вы видели Что у меня было На столе Шикарный пломбир Легкий Не очень такой Насыщенный Дыневый вкус Легкий Дыневые кусочки Все это вместе Создает Очень приятные впечатления Честно скажу Я У меня все время Дыня Почему-то Даже натуральные Дыни У меня почему-то Ассоциируется С искусственными Ароматизаторами Я не знаю Это внутри В моей голове Очевидно Тут нет Ароматизаторов Искусственных Хотя вот Так Этикетка Где-то была Коробка Можно прочитать Судя по тому Что Не очень Насыщенный Вкус Аромат Дыни Скорее всего Здесь все Натуральное То есть Реально кусочки Дыни Создают Вот этот Легкий Легкий Такой Дыневый Амбре Назовем Это так Мне не сказать Что это прям Вот зашло На 100% Это вкусное И необычное Мороженое То есть Это отличается От того Что вы покупаете В своих Палаточках В городах Мороженое Это другой вкус Это другая подача Как вы сами понимаете Ну как бы Как бы вот так Купил бы я себе Дынивое Наверное нет Вот то пожалуй Шоколадное Мне понравилось Чуть больше Как мне обратно Это сложить Чтобы заморозить А теперь Ха-ха-ха Паника Но вкусненько У нас еще есть Сливочное мороженое Уже вот в такой подаче Смотри Ну тут Блин Все необычно То есть Чизкейк Точка рус С их десертами Мороженым Это Короли необычности Глиняный горшочек Ты понимаешь Нет Ты понимаешь Сейчас Насколько бы Кайфанул бы Сейчас Винни-Пух Увидев Вот это чудо Посмотри Это мороженое Это мороженое С орешками Какое-то Карамельное Смотри Давай О Видишь Крем-брюле Сверху орешки Внутри мороженое Погнали Ощущение Что сырой миндаль Не жареный Был бы жареный Был бы кайф Сырой миндаль Он такой вязкий Мне не очень нравится Короче Фиг знает Вот это мороженое Мне не очень зашло Честно С миндалем А вот второе С чем она Давай я сразу Ознакомлюсь Чтобы не пытаться Ловить вкусы Сливочное мороженое Со сливочным сыром А это как так Здесь опять-таки орешки Смотри Снаружи А вот Сливочный сыр Снизу плотный Пломбир А сверху Нежный Сливочный сыр Орешки И видимо карамель Судя по цвету Давай тоже Да А вот это зашло Офигенно Повторюсь Что очень хорошее Само мороженое Уже Чем оно там Добавлено Украшено Второстепенно Но если здесь Мне не понравилось Добавка В виде миндаля То тут Вот этот Какой-то Кремовый Карамельный Сироп Вот эта Заливочка Орешки Сливочный сыр Который действительно Такой нежный Создает Очень вкусно Вот эта часть Вот этой коробочки Она очень вкусная И тут получается Всего два вида То есть есть С миндалем Их больше всего А не Поровну Три на три То есть вот это вот Миндальное И это одинаково По три штучки Конечно я бы Я бы заказал Где были бы Вот только такие Они вкуснее С миндалем Мне не очень понравилось Фу Ё-моё Ребятушки Ну это клево Не Выглядит всё Очень достойно И следующий У нас Вот такой пирог Это Маковый пирог Невзрачный Абсолютно Невзрачный Пирог И даже Когда мы Достанем Его отсюда Я уже Посмотрел Фотографию Он Продолжит Быть Невзрачным Понимаешь То есть Вот Это просто Тесто Это Маковая Начинка Ну с чем-то Видимо Довольно Плотная Кстати И сверху Песочная Крошка Но как правило В моей жизни Всегда подтверждается Факт Что чем Проще Всё выглядит Тем вкуснее Всё оказывается По факту Вот такой вот Маковый Пирожок А внизу Очень похоже Вот это тесто Как будто оно Миндальное Знаешь С миндалём Ну чёрт его знает Давай пробовать Ну честно Признаюсь Не маковая Бомба То есть Такого прям Макового вкуса Насыщенного Вот как Я не знаю Как вы рулетики Дома делаете Когда берёте мак Там перемалываете его Мешаете там Со сливочным маслом С сахаром Такого нет Это скорее Такой Лёгко-сладкий Десертик По вкусу Нет ничего Впечатляющего Такого Чтобы сказать Вау Там вот Типа Как у нас было Ещё Я чувствую Будут У нас там Есть эти Вытекающие Всякие Суфлешки Мы ещё С вами Посмотрим Там Как чизкейк Как карамель Нет Такого нет То есть Это довольно простой И понятный По вкусу Маковый пирог С не очень Насыщенным Маковым вкусом Его огромный плюс В том что он Не очень сладкий То есть Это такой Ну не для Зожников Конечно Но всё-таки Не для сладкоежек То есть Если вы прям Вот любите Очень сладкое Он Минимально сладкий Он Сладковатый Скорее Вкусно Симпатично Вау Эффекта Нет Взял бы я себе Пожалуй Наверное Пожалуй Нет Лучше Круассанов Три килограмма Замороженных Круассанов Блин Это Впечатлило Меня сегодня Ну так вот Ну на На троечку Как по мне Нежнейшие Тирамисушки Вот они Такие Очень симпатично Сделанные Да То есть В виде Каких-то Розочек В середине Кусочек Теста Видно Да Его Или что Это такое Или это Какой-то Кремчик Наверное Крем Да Тесто Внизу Пироженки Ну невозможно Вам поднять И показать Есть Придется Прямо Отсюда Честно Вам скажу Я выбираю Сейчас Продукты По мере Моих ощущений И моей любви К ним То есть Чем дальше Будет обзор Тем Более вкусные Будут десерты Я вам отвечаю Сейчас Тирамису Тирамису Это Не мой любимый Десерт А скорее Наверное Даже наоборот Я тирамису Не люблю За его Или ее Десерт Он За его Короче Вот эту вот Чрезмерную Нежность То есть Он Он очень нежный Просто как вот Кремушку Кушаешь Понимаешь Не Вкусы классные Вот эти вот Печенья с авоярди Пропитанные Кофе с коньяком Это прикольные ароматы Это вкусно Но в целом И нежность Вот именно по структуре Мне не очень заходит Всегда Ну Просто Тирамису То есть Это не Тирамису С чем-то По ощущениям Просто обычный Классический Тирамису В хорошем Исполнении Ну в плане того Что это Хороший Тирамису Не вот эти Бывают Дешманские Там Такие Как сливочное масло Бывает Тирамису Такой попадается Вкусно Если вы любите Тирамису Это кайфовое Тирамису Я как не любитель Тирамису Для меня Эти тирамису Равно как И все остальные Даже самые Классно Приготовленные Тирамису Они для меня Ну как бы Не очень В общем Ну если любите Вы кайфанете Короче Сделано Клево И кстати Вот надо отдать Должно Что они Довольно Плотненькие То есть там Все таки Вот этот Средний слой Это тоже Тесто И за счет Этого Крепко Держатся Лайк Cheesecake Точка Ру За это Ладненько Че дальше Продолжая Тему Вкусовщины Я выбрал Вот эти Два Тортика С ягодами Честно Вот все Торты С ягодами Которые Продаются Или пироги Их правильно Называть Наверное Все таки Торты Да Они довольно Празднично Все Два Торта По 1400 Граммов Каждый Сейчас попробую Как-то Распаковать А Ой здорово Они порезанные Сначала Это и незаметно Было Что они порезанные Но хорошо Что они порезанные Смотри Песочное Тесто Да Много Ягод Ну действительно Много Посмотрите Клубника Конечно Очень много Будет зависеть От того Какого Качества Клубника Здесь Так Он немножко Прилипает Я поэтому Буду помогать Очень Мне хочется Разрушать Эту идиллию Так 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 Справились И последний Оп Справился Виталий Молодец Так Ну давай Посмотрим Давай С клубничного Начнем Клубничный Выглядит Действительно Аппетитно Класс Тесто Прослоечка Такого Заварного Крема Желтенького Да И Сверху Клубника С Желешкой Торт Фруктовый Идеологически То же самое Только тут Другие Фрукты А Начинка Та же Давай Отведаем Я начну С клубничного Потому что Я Да я Вообще Начну Не с клубничного А начну Прям с клубники Ты знаешь Прям вот Ну не та клубника Что у бабушки На веру В общем Как и ожидалось Для меня Не фонтан Этот десерт Потому что Ну то есть Он Мало чем Отличается От Любого Другого Ягодного Торта Ну куча Вот таких Желейно-ягодных Тортов Везде продается Они плюс-минус Все как-то На один вкус И этот Присоединяется Туда же Вот Я не думаю Что Я не думаю Что ягодные Вот где Микс ягод Он как Чем-то Меня поразит Ну такой же Заварной Кремчик Обычный Бисквитик Ничего особенного Консервированный Персик Ну в общем Кроме Внешнего Вида Как бы Потому что Вид действительно Очень-очень Свежий Да Ну вот мы Смотрим На этот Клубничный Торт Ну действительно Лето Лето в голове Просыпается Кроме Внешнего Вида Пожалуй Нет ничего Впечатляющего Опять-таки Идем По нарастающей Мне он Понравился Пожалуй Больше Чем Маковый Торт Потому что Ну все-таки Ягодки Все-таки Что-то такое За что Цепляется Взгляд И Какие-то Вкусовые Рецепторы Но Восторга Нет От меня Три с плюсом Этим тортиком Идем дальше Друзья Это торт Медовик Я Медовик Обожаю Вот серьезно Мне Торт Медовик Кажется Одним из Лучших Вообще Когда Много Слоев Всякой Вкусняшки Давай Попробуем Достать Если Это все еще Вкусно Сделано То Это Неимоверно Должно Быть Здорово У меня Есть На канале Кстати Рецепт Медовика Я Свой Рецепт Считаю Лучшим В мире Посмотрим Чем Нас Может Порадовать Чизкейк Ру Ну Плотные Коржи Мне Это Нравится Такой Плотный Тортик Это Вам Не Тирамису Какой То Прям Похоже На Сгущёночный Крем Такой Видите Он Темный Да Не Белый Заварной А Темный Крем И Давай В общем Пробовать Выглядит Это Здорово Отлично Ну Я Сейчас Хотел Выдать Своё Типа У Меня Самый Ну Вот Как бы Чуть Чуть Не До Отличный Медовик Короче Вкусно Сделанный Здорово Вкусный Крем Классные Коржики Он Ещё Прохладный У них Вся Продукция Чтобы Вы Понимали В Заморозке Хранится Ты Заранее Заказываешь Да И К приезду Когда К тебе Приезжает Хотя Могут И В Замороженном Виде Привезти Чтоб Ты Хранил Там У себя В морозилке Хотя Где Мне Хранить Где Мне Морозилку Взять Чтобы Это Все Сохранить Непонятно Поэтому Сегодня Все Мои Знакомые Все Мои Родственники Будут Есть Очень Много Десертов В общем Вот так Имейте Ввиду Вкусный Медовик Такой Медовик Я бы Себе Покупал И Такой Медовик Я бы Себе И Куплю Я сам Пользуюсь Cheesecake Точка Ру Серьезно Я делаю Периодически Все заказы У меня Конечно Последние Полгода Я уже Заказы Не делал Потому что Раз в месяц Стабильно Вот с этими Акциями Которые мы Делаем вместе С Cheesecake Точка Ру У меня Десерты Периодически Появляются На столе Вот Ну а так Я сам Заказывал Блин Очень вкусно Я всегда Cheesecake Заказываю А и вот эти Текущие Суфлешные Штуки Кстати Вот сейчас Мы их И посмотрим Вот оно Че Вот эти Пирожные Помните Да В прошлый раз У нас были Манго Маракуйя Черная Смородина И божественные Карамельные Пирожные Здесь у нас Шоколадная Бомба И Малиновая Панакота Выглядит Клево Выглядит Клево Как это По факту Все Ну должно Что-то Вытекать Хотя Я посмотрел Фотографии Например Вот эта Шоколадная Бомба Оттуда Ничего Не вытекает То есть Там Внутри Шоколадный Такой Мус Который Довольно Плотный Раз И туда же Отправляется Немножко Мной Покоцаная Малиновая Панакота Начнем С малиновой Панакоты Ну еще Немножко Подзамерзший На самом деле Десерт То есть Надо бы еще Хотя бы Часик Наверное Чтобы он Постоял Но тем не менее Это Нам никак Посмотреть начинку Вот оно Ну тут На самом деле Не вытекало бы Ничего Вот если так Поделать То вытечет Не очень много Начинки Малиновый Такой Конфитюрчик Ну смотри Да Как всегда Вот эта Суфлешка Вот эта Сверху Панакоты Действительно Сливочная Прям видно Что это Сделано Как надо Ой Ну и шоколад Давайте Шоколадная Бомба Мне пришлось Почему-то А Все Я понял Почему-то Мне пришлось Так вот Довольно Сильно Приложиться Потому что Внутри Тут Тупо Шоколад Вот кусок Шоколада Видишь И он Еще Действительно Подзамерзший Ну сейчас Будем Как-то Пробовать То есть Надо дать Этим Десертам Все-таки Время Чтобы Чтобы они До конца Растаяли Но я Таким Временем И тем более Желанием Не располагаю Я хочу Это попробовать Все Держите меня В пятером Как говорится Так Панакота У нас идет Первое Вау Смотри Прям Нежнятина В панакоте Еще Очень интересный Нижний слой Вот этот Нижний слой Он Какой-то Знаешь Из злаков Там Семечки Что-то Какие-то Хлопья Типа рисовые Ладно Короче Давай шоколадную Вот эту штуку Пробовать Опять-таки Очень нежное Очень нежное Суфле Блин Я что-то старею Мне начинает Нравятся Шоколадные десерты Очень вкусный Такой Молочный шоколад То есть Нет Прям Шоколадистости Такая Есть нежная Молочная Шоколадистость Если вы понимаете О чем я То есть Не горький Шоколад Прям такой Буш Шоколад И вот эта вот Начинка Которая В общем-то И не должна Была вытекать Судя по фоткам Блин Это не просто Шоколад Это шоколад Перемешанный С паралине Чтобы вы понимали Ну короче С карамелькой Карамелька Петушок Мелко рубленая Перемешанная С шоколадом Хрустит Очень вкусно Обалденно Вкусно Блин Шоколадный Топчик Очень вкусный Десерт В общем Так скажу Малиновый Нежный Вкусный Для меня Это 4 баллов По моим ощущениям Шоколадный Офигенный Шоколадный Встает вровень С Шоколадная бомба Он называется Он встает вровень С теми Из прошлого Обзора А все обзоры На чизкейк Ру Оставлю В описании Можете Пересмотреть Маракуйя Изумительная Была И карамельная Вот такое же Пирожное Изумительная Были Вот шоколадная Встает вровень С теми Карамельной И маракуйя Кто Маракуйя Манго Маракуйя Вот Вспомнил Манго Ох Я же говорил По нарастающей Пойдем Вот сейчас Виталя Поистине Кайфует Дима Дай кофе Дай кофе Пожалуйста Я уже Что-то сладкого Но мы уже Где-то экватор Прошли У нас еще Много всего Вкусного Конечно Кайф Кайф Что следующее Профитроли Большие В шоколадном Креме Вот так вот Называется Это блюдо Действительно Они большие Действительно В шоколадном Креме Вон смотри Вот сколько Он прям Течет Вот здесь Вот все Профитроли Это Чтобы вы понимали Это Круглые клеры Круглые клеры Со Сливочной Начинкой Да Вон действительно Со сливочной Начинкой Посмотри Вау Вау Блин Как это есть Как это пробовать Ну это круто Давай попробуем Нежнятина Круто Это кстати Не железный противень Если что Это пластик Профитроли Тут как бы Ну что сказать Профитроли Профитроли Со сливочным кремом И шоколадной начинкой Все Я профитроли Очень уважаю Полые такие Шарики Из теста У меня на канале Есть рецепт Как всегда Почти всего Тирамису Все практически Готовил Желеные торты Вот такие суфле Вытекающие Не готовил Надо сделать Кстати Короче Это тот пример Когда Я становлюсь Небольшим любителем Шоколада Опять таки Очень много шоколада Очень много Влажности Вот этой вот Нежности И все Честно скажу Если выбирать Профитроли Например Или те же У Чискейк Ру Продаются Эклеры Эклеры То я бы выбрал Эклеры То есть там Абсолютно понятная Неаморфная Такая Масса Четкий Понятный Четкая Понятная Пирожная Короче Которые ты кушаешь Все доел И все А тут очень много Жидкости Оно вкусное Оно сладкое Шоколад Сливки И прочее Но как по мне Вот такой формат Наверное не очень Для меня подходит Если вы любите Профитроли Вам это понравится Если вы любите Шоколад Вам это понравится Если вы любите Сливки Вам это понравится Ну я бы выбрал Эклеры Или круассаны Как же мне понравились Круассаны Боже мой Как жалко Что я сейчас Объемся И вернуться К еде Я смогу Наверное через пару дней После этого обзора А так хочется Вот тех Круассанчиков Поесть С чаем С теплым С сахарочком Или кофе Ладно Что у нас следующее Давай У нас столько Вкусно А давай На еду паузу Сделаем У меня Вот здесь Эти Киши Стоят Киши Киши Ели мясом Мужики Не тот Киш Нет Не тот Хотя я очень люблю Именно тот Киш Конечно Но у нас здесь Про еду Киш С разными Начинками Причем Порционные Так Я подогрел В микроволновке Кстати Мне кажется Вообще Нормальный вариант Так Киш Рататуй У нас В комплекте Киш Рататуй Это вот С овощами Ну вы знаете Что такое Рататуй Я не уверен Что я те самые Киши отобрал Которые Были в наборе А это Ассорти Из Короче Из кишей Блин Как мне это слово Не нравится Как будто бы Это тоже Рататуй Там еще должен быть Семгой По идее И там должен быть Свечиной Сыр Короче Хрен знает В общем Давай пробовать Поймем И так Нормальный Такой Перекусик А что Ой Ой Что там С мясом Прям Блин С чем С чем у нас Короче Ладно Не важно Друзья Давайте просто По ощущениям Скажу Еда От десертной Компании Cheesecake Точка Ру Очень Сочные Очень Влажные И насыщенные По вкусу Маленькие Мини пироги С песочным Тестом Круто Сделано После Разогрева Абсолютно Не потеряли Вкус Не потеряли Вот эту Сочность Потому что Микроволновка Она все-таки Высушивает Продукты Нет То есть Если ты Замороженный Продукт Делаешь Там То не успевает Он Разморозится Хотя В рекомендациях На сайте Я видел Что Разогревать Киш Они рекомендуют Под крышкой То есть В какую-то емкость Которая закрывается Чтобы влага Не испарялась Тем не менее Не пострадали Я без крышки Подогревала Они не пострадали Если запечь в духовке Будет еще лучше Вот В общем По факту Вкусно По факту Это вкусные Кишики Такие Действительно Вот Недавно Я ел киш Куриный Он кстати Был неплохой В кофиксе Мне он Здесь куриного Нету Почему-то Я не попался Куриный Мне показалось В кофиксе Вот если сравнить То эти более Такие сочные Более влажные Что ли В кофиксе Он был более сухой Но тоже был вкусный Кстати Вообще не исключено Что может Они же и поставляют Что-ли Потому что По-моему Что-то в такой же Подаче было Похоже было В общем Вкусненько Мне понравилось С удовольствием На ужин Сегодня съем киш Фу Хотя какой мне ужин Не будет больше В моей жизни Ужинов Поход Дело Ладно У нас еще там Какие-то карамельные Безумия Давайте Давайте приступим Сразу два Ребята У нас здесь Значит Пирог Карамельный Никаких сомнений Не возникает Когда ты на него Смотришь Действительно Карамельный И торт Мандариновый Вот это любопытно То есть Тут внешне Не поймешь Снаружи Безешка Видно Да Снаружи Безешка Тоже кстати Это скорее пирог Потому что Опять-таки На песочном тесте Вот И здесь Кстати Но тут Какое-то Такое Ну вроде бы Как и песочное Вроде бы Как Как будто Миндальное Опять-таки Тесто Вау Ну это Это все Чизкейк.ру Знает Чем Меня Можно Купить Да Просто Тупо Мне Привози Карамельные Пирожные И все Виталий Будет доволен Я обожаю Карамельные Десерты Это действительно Вкусно И вот оно Мандариновое Чудо Посмотрите Плотная И мягкая Карамель Одновременно Да Ну опять-таки Вот Не подразморозилось У меня Большой Объем Пирожных Поэтому Не все Подразморозилось Вот этот Крем Песочное Песочное Тесто Выглядит Здорово И мандариновый Тоже Смотрите Внизу Песочное Тесто Потом Прям Мандариновый Какой-то Конфитюр Прям Слой 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 Мандаринового Конфитюра Какая-то Нижнятина Аля такая Панакотта Что-то Сливочное И сверху Белковая Меренга Подзапеченная Причем В этом Кстати Есть особый Кайф Не до конца Размораживать Пирожные Я уже Обращал Внимание За собой Что например Чизкейки Я их Если начинаю Кушать Вот в холодильник Ставлю Разморозить Например На ночь Чтобы утром Поесть Утром Они еще Немножко Не до Разморожены И вот Это самый Кайф То есть До конца Размораживать Это конечно Гуд Но когда Они чуть-чуть Еще схваченные Такие Плотные В этом Есть дополнительные Дополнительные Удовольствия Короче К карамельному К карамельному Торту У меня Нет Никаких Вопросов Причем Знаете Какой прикол Этого Торта В том Что В том Что сверху Сладкая Карамель Вот эта Тянущаяся А внутри Крем Он чуть-чуть Кисловатенький Такой Как будто бы Из лимонной Корзиночки С меренгой Вот такой Крем По ощущениям Ну И сверху Ну и понятно Песочное тесто Снизу И сверху Крошка Очень приятная Такая Щербетная Кислинка Вот как Мороженый Щербет Если вы Любите Вот примерно Такие ощущения Плюс Карамельный Крем Сверху Мне это Понравилось Однозначно Карамельный Чизкейк Или Вот этот Карамельный Торт Я выберу Карамельный Чизкейк Я вообще Выберу Всегда Чизкейк Это как Факт Короче Чизкейк И круассаны Вы поняли Уже Но это Клево То есть Из всех Вот Что мы Сегодня Попробовали Один Из самых Вкусных Тортиков Ну и Давай Попробуем Мандариновый Тут Конечно Огромную роль Будет Играть Вкус Вот этой Мандариновой Прослойки Если он Насыщенный С цедрой Такой То Это будет Вкусно Запаха Мандаринов Нет Как такового Но Вкус Есть Классный Сладкий Десерт Нежно Плотный То есть У него Прямо Так Вот Слоями Даже Если посмотреть Внизу Плотное Тесто Бисквитик Дальше Мус Кремчик Такой Тоже Кисловатый Аналогичный Примерно Как в карамельном И дальше Нежный Нежная Меренга И то есть Вот это Все Так же Ты ешь По ощущениям Тебе Сначала Плотно Потом Нежно Потом Все И Конечно Вкусный Мандариновый Насыщенный Конфитюр Прямо Такой С цедрой Чтоб Чувствовался Аромат Мандаринов Вкусно Оба тортика Вкусные Мне понравились И у нас Мне кажется Уже последний Остался Опять-таки Карамельный Опять-таки Карамельный Пирожное Шу С карамельным Кремом Вы сейчас Увидите Вы захотите Это съесть Прямо Через экран Ну вот Как-то так Согласитесь Вот этот Жареный Миндаль Залитая Карамелью Пирожное Оно Не может Никаким образом Отторгать От себя Оно может Только Привлекать И это Пирожное Наверное Самое Интригующее Потому что Ты понятия Не имеешь Что там Внутри До этого Было все Более-менее Понятно Но Эта Пироженка Как Женщина Раскрывается Только После Разрезания Я Извиняюсь Перед женщинами Чушь Сказал Опа Опа А вот А вот знаете Что Оно Прям Вообще Превзошло Все мои Ожидания Тут Карамель Снаружи И еще Внутри Какой-то Закарамеленый Крем И плюс Вот это Тесто Даже не пойму Как его назвать То есть Это не Профитрольное Тесто Это Какое-то Черт его знает Как Это Объяснить Короче Типа А-ля Полукексик Такой Выглядит Не очень Но я отвечаю Это должно быть Вкусно Я знаю Что вы Сейчас Будете Прикапываться Что ты Сначала Сказал Что Выглядит Клево Потом Сказал Что Не очень Но Я имею Клево Что Как бы Все Карамели В орехах Когда разрезаешь Типа Простенько Что-то Внутри Тесто Сверху Карамель Ну Как бы Не Вы Поняли О чем Я Короче Пробуем Все 5 с плюсом 6 с плюсом 10 с плюсом По однобальной системе Я все Сегодня попробовал Честно скажу Вот В этом обзоре По сравнению Например С прошлым обзором Когда вот Появились Вот эти Вытекающие Муссы Там Макаронс Мы пробовали Французские И кстати По-моему Российского Производства Макаронс Тоже Мне привозили Там Было Больше Впечатлений Там было Такие Вау 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 То есть Практически Все Вау Прекрасный Вкус Прекрасный Необычный Нетипичный Непривычный И при этом Прекрасный Этот обзор У меня более Сдержанный Вы обратили Внимание Что критики В нем Больше Критики В нем Больше Но тут Тоже Есть Вау Эффекты Первый Вау Эффект В этом Обзоре Это Однозначно Круассаны Ну Наверное Это Основной Вау Килограмма Замороженных Круассанов И готовить В течении Двух Месяцев Спокойно Доставая Из морозилки Вот это Прям Это Обязательно Надо Сделать Это Вау Эффект Это Второй Вау Эффект Вот это Пирожное С карамелью Снаружи С карамельным Внутри Кремом С офигенным Каким-то Таким Полупесочным Полупрофитрольным Заварным Тестом С Жаренным На этот раз Миндалем В отличие От мороженого Да Абсолютно Точно Да Вне Всяких Сомнений Шикарные Муссовые Пирожные Вот это Мега Шоколадное Малиновое Муссовое Пирожное Панакотто Нежное Вкусное Ну как бы Киши Кстати Киши Очень вкусные Но Вау Эффекты Это Круассаны И Вот эти Карамельные Последние Пирожные Обалденные Вообще Очень Вкусные Все Остальное На уровне То есть На уровне Чизкейка Все Естественно Все зависит От вкуса Всегда Я там Сказал Что мне Не понравились Вот эти Тортики Да Мне не Понравились Эти Тортики Ну то есть Для меня Просто Я не люблю Вот эти Желейно Ягодные Торты Поэтому Я и на канале У себя Никогда Не готовлю Потому что Ну Типа Ягодами Завалил Залил Желе Там Какой-то Крем Ну то есть Они скучные Тирамису Просто не люблю Но классные Тирамису Там Что мы еще пробовали Что мы еще пробовали Медовик Кстати Вкусный Маковый Маковый Пирог Ну Такой себе Да Тоже Не очень понравился Как бы в целом И так и так Понимаете Этот обзор Как всегда У меня нет задачи Там Рассказать вам Что Ой это там Вот все Самые лучшие Десерты Вот прям вот Профит Все божественное У меня такой задачи нет Мы снимаем обзор Рассказываю свое мнение Мое мнение Что что-то мне нравится Что-то мне не нравится Но то что мне нравится Может например вам не понравится То что мне не нравится Возможно вы от этого кайфуете Может быть вы любите Вот такие профитроли Вот Чтоб прям все Вот было в креме Абсолютно не навязываю Сам факт в том Что Cheesecake.ru Замечательная компания Которая уже существует Сколько лет Я уже сколько Вот первый обзор Лет три Три-четыре Год назад был Это вечность назад Понимаешь И они до сих пор существуют Пользуются Неимоверной популярностью Расширяют ассортимент Начинали Вот столько У них было ассортимента Он был классный Там были как минимум Cheesecake уже тогда И сейчас Где можно купить Мороженое Блин Кстати да Мороженое тоже впечатлило Вот в этих вот В какао В какао Кожуре То есть Развиваются Ребята Огромный ассортимент Каждый может выбрать Для себя Все что хочет Безумные Акции Что по моему промо-коду Что вот По Ноябрьскому промо-коду Friday Черная пятница Понимаешь Покупайте Пробуйте Там огромное количество То есть Ассорти Ты можешь взять Например Вот эти вот Суфлеты Можешь взять ассорти Попробовать каждый И потом заказывайте Исключительно то Что тебе понравилось Огромный Вот в этом огромный плюс В этом огромный плюс Cheesecake.ru Огромное им спасибо Я каждый раз признателен Когда эта компания Так или иначе Выходит там На меня На менеджера Вот что-то ко мне Приезжает от них Сладкое Я каждый раз страдаю Потому что я не могу Тебе позволить Все это съесть Но Тем не менее Действительно Вкусно И каждый раз Остаются какие-то В голове Впечатления От того Что Что было Короче Вот Поэтому друзья мои Искренне рекомендую Cheesecake.ru Действительно Вкусные десерты И В общем Всего вам вкусного Cheesecake.ru Вам огромный респект Вы красавчики Ух Пока-пока-пока Все ссылки в описании Конечно же Что такое Что Зачем Зачем я вам должен Это повторять Вы и так Все это знаете О Димасик Вот реально Сейчас Вот последний Я прям знал Что оно должно быть в конце И ты сам в начале Еще сказал Да Вот это Говорит Вот это Клево Ты еще попробуешь Ты офигишь Реально Самый Самый Топчик Мммм Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok